ну привет ребята сколько лет сколько зим вас опять приветствует виртуальный комментатор петрович тот самый который помогает викторовичу комментировать видео и так мы начинаем новый проект а так как это наше общее дело то вы помогайте нам своими советами и замечаниями в комментариях у нас все по старому но чтобы вы не заснули от скуки мы немножко поменяем формат проекта взрыв мозга я вам гарантирую вы писали что хотели бы уже видеть что-то на четырех колесах еще пару месяцев назад следующий планировался четырехколесный гоночный болит с двигателем от иномарки но планы поменялись так как много пишут комментариев зачем изготавливаем технику на которой не разрешают ездить по дорогам общего пользования ответ такой это развлечение такое любимое занятие в свободное от работы время которое приносит удовольствие короче говоря хобби такое у такого хобби есть один минус уже негде ставить сделанную технику но в этом проекте мы совместим приятное с полезным мы собираемся сделать технику на которой можно будет передвигаться по дорогам общего пользования и если у нас все получится то надеюсь она будет служить верой и правдой к тому же для этой техники не нужна будет регистрация и водительское удостоверение сейчас скорее всего я многих расстрою это опять будет трицикл почему потому что четырехколесный по правде сказать сделать труднее а если она едет на трех то зачем четвертое к тому же эту технику нужно сделать как можно легче для этого передние колеса мы взяли от мотоцикла восход они все же легче автомобильных этот проект внезапный и мы его постараемся сделать побыстрее ну что как всегда помчали значит так друзья викторович хочет сделать технику для передвижения на малых расстояниях по месту на работу в магазин на рыбалку или дискотеку есть несколько принципов по которым мы будем делать следующую чудо технику 1 как я уже говорил чтобы не нужны были никакие документы 2 это должно быть что-то электрическое но чтобы ездила не только на электричестве но и на бензине другими словами будем превращать механическую энергию в электрическую 3 обязательно должен быть мускульный привод чтобы в случае поломки доехать домой а также помогать электродвигателю при большой нагрузке ну и 4 никаких дорогих покупок и больших вложений как и прошлые проекты все будет своими руками и все из хлама из того что есть у викторовича и валяется под ногами покупаем только самое необходимое бюджет этого проекта не должен превысить 100 баксов ребята кто не знает на данный момент любое транспортное средство на котором стоит двигатель даже если он и меньше 50 кубов все равно считается механическим транспортным средством для которого нужна регистрация и водительское удостоверение но если установлен электродвигатель до 3 киловатт такое транспортное средство не считается механическим и ему не нужны регистрационные документы вот от этого будем и отталкиваться в этот раз бог послал нам коляску от мотоцикла из юпитер 5 она конечно же легче чем от тяжелого мотоцикла но падла не такая уж и прочная к тому же еще и грехлое чтобы ее укрепить пришлось викторовичу сделать вот такой усилитель и струб трансмиссию будем делать из двигателя китайского мопеда в идеале было бы неплохо поставить мотор колесо но у нас его нету вернее колеса есть но они по 250 ватт этого маловато даже если бы и было мощное мотор колесо то нужен еще и мощный контроллер на которой нужны деньги с мотор колесом было бы и лучше и проще только купить на алиэкспресс мотор колесо контроллер литий-ионную батарею установите поехать как говорится дурное дело не хитрое может каждый у которого есть лишних 500 баксов к сожалению это не к нам мы легких путей не ищем мы любим экспериментировать но и у нас развлекательный контент наша задача проверить или можно сделать в домашних условиях на коленке из подручных средств чудо технику вот сколько ребята подготовил викторович двигателей для экспериментов от автомобильного вентилятора радиатора стиральной машины автомобильного электроусилителя руля преобразователя напряжения самолета мойки высокого давления вентилятора радиатора кондиционера автомобильный стартер и даже есть масло закачивающий двигатель танка думаю мы найдем из них достойного ну что ребята надо собирать трансмиссию почему викторович захотел сделать с картером от скутера потому что там уже есть редуктор центробежная муфта сцепления готовая тормозная система а самое главное там есть вариатор викторович у почему-то захотелось попробовать его с электродвигателем сам коленвал нам как таковой не нужен но с правой стороны где у скутера стоит зажигание мы хотим установить шкив к которому через ремень будет подключаться электродвигатель нужно из коленвала сделать простой вал но так как с токарными работами у нас большая проблема то пока мы отрежем шатун и установим его так для пробы а то вдруг ничего из этого потом не выйдет а мы убьем полдня бегая по токарем проблема пока будет лишь в том что на время эксперимента у него не будет балансировки да нужно балансировка вала от статора зажигания отрезали крепление и к нему приварили шкив мы все-таки сняли назад коленвал приварили ему щеки немного облегчили отрезая болгаркой и отбалансировали его на коленке ну что друзья пора определиться с двигателем думаю для этой техники нужен двигатель хотя бы киловаттный благодаря нашей системе мы можем пробовать любой двигатель сделав ему крепление и закрепив шкив только есть одно но недавно викторовичу пришла идея и сделать бензиновый самодельный генератор 12 вольт установить его на этот трицикл и заряжать аккумулятор во время поездки а также на стоянке где нету электричество так как бензиновый мотор который будет крутить генератор не соединен напрямую с колесами то это не будет считаться механическим транспортным средством чтобы осуществить эту идею теперь нам нужен двигатель только 12 вольт а из всех мощных что у нас имеются это только стартеры стартер долго не протянет он предназначен для кратковременной работы поэтому викторович пошел искать по сусеком что-то подходящее был обычный солнечный день ничто не предвещало беды как вдруг викторовичу на глаза попался вот такой двигатель мы 222 это мотор нагнетателя системы предпускового обогрева трактора к 700 на вид кажется что мощный но по тех характеристикам не особо 12 вольт 220 ватт но зато у него обороты 6000 не знаю почему но викторович решил начать с него несмотря на то что он 220 ватт ну а это уж совсем мало пока поставим этот мотор для эксперимента если мы не найдем мощного и надежного электромотора 12 вольт то викторовича как всегда есть идея он поставит два двигателя второй будет скорее всего стартер который будет включаться кратковременно как спорт режим в случаях где это будет необходимо но это все идеи а там посмотрим вот попался такой шкив не знаю от чего идеально подходящий для этого мотора подключен моторчик и посмотрим что он может на 220 ватт как бы не похоже сделали вот такое крепление позже сделаем ему прорези чтобы регулировать натяжку ремня ну что попробуем что у нас получилось мне кажется что двигателю трудно раскрутить коленвал и выйти на свои обороты ведь все-таки все в сумме это где-то 2 килограмма чуть позже с коленвала сделаем простой вал а шкив можно поставить алюминиевый попробуем с колесом сделали вот такое крепление и приварили его к раме ребята так как мы собираемся здесь сделать мускульный привод а это скорее всего педали как у велосипеда то нужно сидение обязательно с регулировкой чтобы было удобно крутить педали и взрослому и ребенку нам прекрасно подойдет вот такое это от nissan альмиратина она даже складывается и вообще съемные снимается за 5 секунд сейчас мы сделаем ему крепление и Продолжение следует... Оно отодвигается вперед, теперь ребятушкам тоже удобно будет ездить. Получается, что ноги будут у нас находиться всегда на педалях, поэтому газ и тормоз должны быть только на руле, значит здесь должен стоять руль от велосипеда или мопеда. В следующей серии сделаем переднюю ходовую, рулевое управление, ну и самое главное, мускульную тягу на педалях, которую думаю сделать будет нелегко. Ну а на этом ребята, пока все. Если видео зачетное, то с вас лайк, подписка, комментарий, пишите свои предложения и замечания, только не забывайте, цель стоит чтобы передвигаться без регистрации, а не сделать электротрецикл с наилучшими характеристиками. Ну и к тому же у нас не научно популярный, а развлекательный контент. Мы никого не учим, это просто видео, о истории создания нашей с вами, чудо техники. До скорой встречи, пока-пока.